Практическая психология Я просто в этом даже уверена, Артём, что вы будете нам полезны, всем нашим слушателям, потому что тема отцы и дети. Мы сегодня рассматриваем эту тему не с точки зрения, когда говорят, о разных поколениях. Отцы и дети, и они там друг друга не понимают, и конфликты, и ищут точки соприкосновения. Мы сегодня, наверное, посмотрим на эту тему с точки гендерности, да? Что такое? Мы можем разобраться с этой точки зрения. Хотя я не думаю, что мы всё-таки обойдём стороной тему поколений. Но мы рассмотрим и с этой важной стороны для каждого, кто, наверное, слышит, каждого, кто является родителем, и каждый, кто является отцом уж тем более. Итак, отец – это не только мужчина, который тебя, как говорится, породил, да? Это ещё и человек, который тебя научил радоваться жизни, да? Может быть, научил, наоборот, не радоваться жизни. Но вот какие самые важные функции должен выполнить отец? И вообще, кто такой отец, вот в вашем понимании? Мы часто говорим о том, да и вообще на слуху такая фраза о том, что отец не тот, кто родил, тот, кто воспитал. И я иногда говорю о том, что в своих каких-то выступлениях говорю, что отец – это определённое звание. Звание. Это звание, которого нужно ещё быть достойным. Потому что родить ребёнка – это не так-то и сложно-то, наверное, да? Потому что вот родитель – это определённая должность. Родитель. А отец – это звание. Звание потому, что помимо каких-то, помимо всего прочего, что есть у отца, у него есть дополнительная обязанность, у него есть определённое служение перед этим ребёнком. Он должен перед своим ребёнком, он должен, он буквально обязан воспитать его не как придорожный сорняк какой-то, который помимо растёт сам по себе, да, оглядываясь и зираясь на родителей. А он должен выстроить в нём, дать ему такое видение жизни, такой какой-то образ себя как отца и образ себя как мужчины, чтобы сын, если мы говорим о сыновьях, или дочь, если мы говорим о дочерях, увидела в нём вот того человека, с которым ей дальше когда-то придётся быть и на образе которого она найдёт себе своего будущего мужа. По поводу функции отца, да, вот ещё, по-моему, у Грибоедова в «Горе от ума» была фраза, когда Тули Фамусов в дочери говорил о том, что не надо другого образца, когда в глазах пример отца. Так вот, у отца основная его задача – воспитать сначала себя, а уже потом ребёнка. Вот если он это не выполнил, то тогда ему нужно на чуть-чуть вернуться назад и себя воспитать. Потому что в наших детях, в сыновьях особенно ошибки родителей, ошибки отцов, они очень явно видны. И иногда те отцы, которые приходят к нам в центр на консультацию, они говорят, вот у меня было это, конечно, но не так выражено, а у ребёнка вот прямо так, помогите мне в нём это убрать, в себе уберите, и в нём это уберётся само собой. А что потом клиент говорит, ну, как-то неинтересно, мне нужно с собой работать, а вы бы поработали лучше с моим ребёнком, и результат был бы? Да, он говорит, мне-то зачем психолог? Вот ему нужен, а мне-то зачем? По поводу функции отца. Функция отца заключается в том, что он должен дать не просто защиту, да, как это очевидно, да, он должен дать ещё вот как раз тот пример, тот образец. Образец отношения, если он воспитывает сына, образец отношения к женщинам на примере отношения к своей супруге. И тогда не нужно уже будет сыну говорить, что знаешь, нужно обязательно вот на каждые там три основных праздника дарить цветы, независимо от того, хочет он этого или нет. Или хочешь ты этого или нет. А просто начать это делать, да. И тогда уже ребёнок, он видит гораздо чётче, чем слышит то, что мы ему говорим. И он очень хорошо принимает эту модель поведения. И тогда можно уже ничего не объяснять. Тогда можно просто себя вести так, чтобы ребёнок это видел. Вот функция отца в том, чтобы являться не образцом вообще всей Вселенной, да, а просто прийти к такому пониманию себя, в котором он сам себя устраивает. И тогда ребёнок на этом образе, он тоже вырастет достойным человеком. Потому что функция отца – воспитать достойного сына. Или достойную дочь. Задача отца – воспитать достойного сына или достойную дочь. Раз мы заговорили про дочерей, про… У нас же тема отца и дети, да. Мне хотелось бы… Погодите. Не бегите. Вот интересная вещь, когда вы сейчас сказали про то, что отец должен быть образцом, да. А вот если, например, ваш отец не был для вас образцом, если дед не был образцом для вашего отца, то просто мужчина, приняв вот на себя эту ответственность, он начинает заниматься самовоспитанием, да. А где у нас вообще вот эта культура отцовства? Где можно об этом почитать? А где об этом можно посмотреть? И вот, да, получается, что человек, вот мальчик, вот он растёт, юноша, может быть, у него есть отец, может быть, у него нет этого отца. Но вот он понимает, что да, отцовство – это, как вы сказали, целое звание. Где я могу этой наукой научиться, обучиться, если, например, нет у меня такого отца? Вот этот вот вопрос, он очень интересный в том плане, что он очень часто ответы на него, и он находит своё отражение в реальной, в такой практической жизни психолога, любого консультанта, который встречается с людьми, у которых отец, независимо от того, плохой он был, хороший он был, да, у него был родитель, или ещё какой-то ребёнок всё равно находит свой путь, свой стиль и поведение, и он вполне может быть достойным сыном, он не совсем достойного родителя. И мы знаем те примеры, когда в пьющих семьях действительно вырастают те люди, которые абсолютно не пьют, культурные, они вот на этом противопоставлении себя вышли. И знаете, говорят, святое место пусто не бывает. Вот если ребёнок подрастает, сын подрастает, и он нуждается в образе, в достойном образе мужчин, и если он в отце не видит отца, а видит в нём только папу или только родителя, то тогда на место отца он раз и начинает видеть соседа, дядю Васю, да, который вдруг таки, по-моему, говорит, если ты не против, ты можешь тоже мне помочь, да, дособирать мой уазик, если ты, мало ли, чем-то не занят. И он уже с этим дядей Васей начинает настолько душевно общаться, настолько духовно с ним начинает быть. Начинает расти. Что он начинает на его примере брать. На месте этого человека может быть тренер в той секции, в которой занимается сын, или любой другой достойный для этого человека мужчина, особенно если мама, она одобряет их отношения, их вот это вот такие наставнические отношения, потому что ведь одной из функций отца является наставничество. И когда приходит к нам в центр или ко мне, как к психологу, конкретно на консультацию мужчины, с проблемой в отношениях именно с сыновьями, у них всего одно, только один запрос, один вопрос. Он меня не слышит и не слушается, потому что слушаться – это то же самое, что слышать. А не слышит чаще всего, потому что для ребёнка это знание, которое ему говорит родитель-папа, который просто такой формальный, для него оно не ценно. Мы же не слушаем что-то, что нам неинтересно, и ребёнок не прислушивается. А вот во дворе кто-то из сверстников постарше или кто-то постарше сказал, и он уже прислушивает. Для него это очень важно. Так вот задача отца – сделать так, чтобы твоё мнение для ребёнка было ценным. А в этом мы тоже поговорим. Как же стать авторитетом для своего ребёнка, значимым человеком? Но сейчас я хотела бы задать вот какой вопрос. Так как у папы может в семье родиться и дочка, и сын, и, наверное, воспитание одного и другого будет тоже отличаться, как и восприятие отцом того или иного ребёнка, да? Да, как и восприятие ребёнком того или другого стиля поведения отца. Да, да, да. Вот, об этом тоже часто спрашивают, я тоже об этом часто говорю, и вот чистота, вы задавая вопросов, при том, что это необходимое знание. Это просто, да, интересно даже. Я просто попрошу чуть-чуть больше времени, мне надо... Мы никуда не спешим, у нас есть время. Замечательно. Когда в семье рождается мальчик вначале, да, допустим, родился мальчик, то часто бывает так, и, наверное, это нормально, бывает так, что родители начинают его любить по-разному. Вот такой вопрос, на котором слушатели во время лекции начинают сразу шуршукаться и говорят, ну, подождите, что он себе позволяет, да, от выскочки, как с него всегда пустили. Вот, и мы говорим, мама любит сына, безусловной любовью, неважно, сытый он, голодный, но получил он эту двойку по биологии, но получил он там ещё, но не важно, любит кровиночку свою, роднулечку, любит его просто так. Не нужно никаких условий, это сын, это золоце, это мой человечек. Отец же любит сына, иначе он его тоже принимает, он тоже понимает, что ну да, кровиночка, ну да, роднулечка, но в соревновании между тремя участниками он мог бы занять хотя бы не четвёртое место, но хотя бы второе. Ну да, конечно. И тогда бы я любил тебя чуть больше. Если я просыпаюсь, как отец, всегда в 6.30, а ты проснулся, там, допустим, почти к обеду, то я тебя начинаю любить чуть меньше, потому что ну мог бы и пораньше встать, правильно? И на женских форумах, на материнских форумах, да, часто бывает обсуждение, что вот мой муж воспитывает ребёнка, как суворовца или ещё что-то. Частая такая трудность, частая проблема. Приходит момент, и рождается в семье дочь. И вот тут-то всё начинает меняться своими, всё встаёт уже на свои места, но иначе. Отец начинает любить дочь безоговорочно, безусловно, как принцессу. Платье любое, надо отвезти без проблем, купить что-то, всё, бежит бегом. Потому что у него появилась любимая женщина ещё одна, да? А мать начинает любить дочь чуть-чуть, уже определяются условия. Вот если она за ней вытерла стол уже в седьмой, если дочь вытерла стол в седьмой раз, и за ней всё равно приходится перетировать, да? Или она вымыла посуду, за ней нужно ещё раз её промыть с большим усердием. А мать начинает и говорить, ну что ты у меня такая, почему безруконькая выросла, да? И уже в отношениях между матерью и дочерью возникает определённый такой воспитательный фактор, когда мать вдруг начинает предъявлять какие-то условия. И тут уже отец говорит, ну чего ты к ней привязываешь, смотри, какое золото, солнышко ведь моё растёт. Наверное, с позиции психологии, с позиции вообще воспитания это необходимая такая, необходимая ситуация, потому что если оба родителя будут безоговорочно принимать ребёнка, он вырастет без границ, без берегов, без понимания, вот где крайность, когда переходит. Но с другой стороны, если оба родителя будут предъявлять претензии к ребёнку, то он вырастет человеком, который будет в любых отношениях пытаться заслуживать хотя бы даже внимания, заслуживать права, быть услышанным, заслуживать права в жизни и просто жить. Просто существовать. Да, бывает, к сожалению, так, что в семье нет отца. Ну возьмём ситуацию, но нет отца в семье. Ни родителя, ни отца в плане воспитателя. И получается так, что мать, она же, конечно же, вынуждена воспитывать дочь или сына, и она берёт на себя одновременно безусловную функцию любви к сыну и обусловленную функцию, и начинает запутываться окончательно. Окончательно. Это получается, что женщина сама не понимает, какую она роль играет. Да? Да. Для чего вот эта вот такая вот полуролевая ситуация, когда мать имеет определённые условия к своей дочери, отец, условия к своему сыну для того, чтобы вот сын старался как-то соответствовать, для того, чтобы не просто сын тянулся к отцу, но и отец тянулся к сыну. Он видит, что да, папа меня уважает, мне нужно соответствовать. Или дочь говорит, вот, теперь мама сказала, что я умница, да, я хорошо это всё сделала. Но, вот смотрите, если отец воспринимает дочь не как принцессу, а как парня, да, которая... Да, такие тоже ситуации бывают. Которая должна встать в 6.05, и в 6.07 должна быть заправлена кровать. Да, пацанка такая, да? Пацанка. Она должна слушаться меня, потому что я... Вот, например, даже далеко ходить не надо. Часто бывает так, что мама ушла из семьи, да, и создала другую семью, да, а дочка выбрала, что она осталась с папой. Да, вот как раз те самые ситуации. То вот в этой ситуации нарушена безусловная любовь отца к дочери, и она стала обусловленной. И вот в следующих отношениях, в отношениях с мужчиной своей жизни, эта дочь выберет того человека, который будет в её отношениях к ней предъявлять претензии. Претензии. И вот такой мужчина с претензией к ней, он будет ей восприниматься почему-то ближе, хотя она будет всю жизнь с ним мучиться. Страдать, может быть, даже, да? Чем тот человек, который принял бы её безоговорочно, потому что это не тот уровень уже получается какой-то. То есть давай вот сейчас такой промежуточный итог подведём, да? Чтобы гармонично воспитать мальчика, если мы сейчас говорим про полную семью, да, мама должна что делать? Безусловно, принимать его, а папа будет, да, хочет этого или не хочешь, всё время с линеечкой к нему подходить. Да, воспитание матери и воспитание отца, они вот если в очень упрощённой форме, да, у отца это любовь и строгость. Любовь и дисциплина. Да, любовь и дисциплина. А у матери это любовь и принятие, любовь и забота. Любовь и забота. Если сын понимает, что отец ему сказал, ты это не выполнил, и поэтому я вынужден сегодня тебя не взять с собой на хоккей, не взять с собой туда, в гараж, где мы будем собирать там твой любимый или мой любимый мопед, да? Вот. То мать в этот момент, она может сына обнять, если он маленький, и скажет, ну вот не переживай, и в следующий раз тебя отец возьмёт. Ошибкой с точки зрения мамы или ошибкой с точки зрения отца было бы, если бы один начал говорить, что ну чего, возьми его, или ну что ты к ней придираешься, давай, дочь, можешь ничего не перемывать, оставь всё, всё нормально, да? Когда они начинают друг другу конкурировать в воспитании. Но в правильной ситуации, да, мы же говорим про правильный момент, когда они, родители, придерживаясь общей такой стратегии, да, общей стратегии воспитания, каждый начинает выполнять свою функцию. И тогда отец, вернее сын от отца нормально воспринимает какие-то упрёки, да? Мы же от своих начальников воспринимаем нормально, если какой-то есть к нам придирка. А вот от своих подчинённых мы не так это хорошо воспринимаем, или от равных нам. Так вот, если мать начинает сына вдруг как-то наказывать, он не воспринимает это. Единственное, что сын понимает, что меня как сына не любит мама. То есть только принятие, да, в состоянии, что не любит. Поэтому лучшее, что может сделать женщина в отсутствии отца своего ребёнка, неважно, в живых ли, в обществе ли, вот рядом его нет, допустим. Да, лучшее, что оно может сделать в воспитании своего сына, это дать ему свою безусловную любовь, и вместе с этим дать ему рядом образец того мужчины, от которого уже сын сам сможет принять вот это вот, с которым он будет общаться. Хорошо. Глубоко мы с самого начала, да, как нужно? Ну, это, путь будет глубже. Это тем и интересна наша программа. Артём, если, например, женщина решается выйти замуж второй раз, а в браке, ну, а у неё уже от брака, от первого, например, осталась там дочка и сын, да, как правильно мужчина и как вообще должен вести себя вот тот мужчина, будучи, можно сказать, отчим, да, чтобы развернуть в свою сторону детей от предыдущего брака? Сначала про то, что может быть ошибкой. Да, давайте. Представим, что у нас, как у сотрудников любой из организаций, вдруг наш начальник куда-то ушёл, а пришёл какой-то человек, внешне похож на начальника, он говорит, так, вот ты будешь делать теперь это, а ты будешь делать то, и попробуйте мне слово сказать. Да, и я буду сидеть в том же кресле, в котором сидел папа. Да, и, Юлечка, принесите мне, пожалуйста, чай, да? Да. В этот момент есть, конечно, люди, которые скажут, ну, что делать, ну, сменился начальник, ну, нам надо просто принять, да? Дети так не поступают, потому что дети, они искренние такие существа, искренние живые души, они говорят, что, подождите, подождите. А кто тут такой? Да, то есть сын, он может тогда слушать человека, когда тут обладает каким-то авторитетом для него, наставником для него. Отец для сына, он свой. Человек, взявшийся откуда-то, он для него конкурент, потому что ведь до этого очень такая жёсткая сцепка «я и моя мама», и вдруг появляется какой-то, какой-то человек, да, который считает сейчас себя таким страдающим центропупием, и считает себя сейчас центром нашей семьи, который начинает командовать всеми, и мамой, и мной начинает. И учить жить. И сын, если он чуть-чуть постарше, он начинает жёстко очень конкурировать, отстаивая и свою самооценку, он же является защитником своей мамы. Кто этот человек? Его уже надо сначала проверить. И дети начинают проверять, и проверяют они очень жёстко. Они говорят, ты вообще кто такой? Я тебя не буду слушать. Но ребёнок же, он, вы знаете, если дети, они одновременно протестуют, но они и боятся нас, и я их прекрасно понимаю, если бы рядом со мной, неважно, чем, какими искусствами, там, боевыми, я бы не обладал, стоял человек под три метра ростом, и он бы меня мог вот так вот ногтём просто стукнуть, я бы улетел в другую комнату, я бы задумался, да, что говорить. И ребёнок не говорит ему, что я тебя ни во что не ставлю, он просто его не слушается. Не слушается, вместе с этим он готов к тому, что этот отец, что этот мужчина, который пришёл, какой-то дядя, да, что он начнёт себя проявлять как отец, потому что сын в глубине души нуждается в этих отношениях. И самая, самую глупейшую, наверное, ошибку, которую может сделать начальник ли новый пришедший, да, это начать строить, строить подчинённых сразу же, не являясь ещё авторитетом, просто люди уйдут в глухую оборону. И так же происходит, пришёл новый отец и говорит, «Всё, я теперь я тобой командуюсь, с этого дня ты туда ходишь, а туда не ходишь». Ребёнок раз и пропадает из квартиры, он теперь протестует, и уже его будет очень сложно вернуть внимание. Развернуть свою сторону. Как сделать так, чтобы человек был авторитетом? Как стать авторитетом этому мальчику? Дело в том, что… Вообще вот интересно, вот сейчас то, что ты будешь рассказывать, это относится только к отчимам или вообще как стать авторитетом? Это могут смело слышать уже и отцы, да? Это относится к любому мужчине, у которого есть ребёнок, у которого есть сын. Потому что вот представим, конечно же, мы вначале заговорили про поколения, про разность поколений. Сейчас поколения тех детей, которые сейчас растут, они отличаются от нас, как и мы отличались от того поколения, которое было до нас. Это будет испокон веков. И, конечно же, мы не понимаем, что им такого интересного в их гаджетах, что им интересно в их каких-то там очках компьютерных и прочих вещах. И поэтому мы остаёмся как будто бы по свою сторону. Мы говорим, ой, поколение растёт, ничего им не надо от нас, да? Хотя это же самое мы слышали от наших. И о себе. Так вот, основная задача стать одним из его команды. Вот одним из его команды. Когда вдруг отец подходит к сыну и говорит, слушай, а вот там про очки ты тогда говорил, а у каких лучше разрешений? Я просто хотел бы посмотреть просто. И он говорит, знаете, а сын начинает другими глазами на меня смотреть. Или сын увлекается, допустим, сноубортом. И вдруг отец говорит, знаешь, в моём возрасте, наверное, не катаются уже такие динозавры, как я, да? Но я бы хотел попробовать. Но ты бы что мне посоветовал? Ты бы что бы мне сказал, да? Когда вдруг сын говорит, смотрите, а он тоже ведь какой-то в моей вот. Самое интересное, что не дети от нас отходят, мы от них отходим. Мы говорим, мало ещё, куда ты лезешь ещё? Вот да, растёт. И тебе ещё не время, да. Основное поэтому. Поэтому основное правило для человека, который хочет стать авторитетом своём сыну, услышьте, что ему интересно. И попробуйте в этом чуть-чуть побыть. Чуть-чуть. И когда вы, знаете, вот просто наберите даже в интернете, в любом из поисковиков, отец и сын. И если это будет картинка в позитивном плане, то вы увидите, что отец и сын делают что-то одно. И это одно не является делом отца, а является делом сына. Вместе на сноуборде. Вместе занимаются какой-то детской ерундой, на наш взрослый взгляд, которую интересно обоим делать. То есть нужно, прежде всего, чтобы тебя услышали, сначала увидеть друг друга, да? Да. То есть мы вот на уровне даже глаз сначала должны с ребёнком общаться. Да, есть такое правило. Если ребёнок протестует, замечательно. Хочешь предотвратить восстание, возглавь его. Хочешь предотвратить протест. Вместе с ним вперёд на эту самую... На абордаж. На абордаж, да, своих же собственных отношений. И вот благодаря этому достаточно легко сделать так, чтобы отношения отчима с сыном стали лучше, гораздо лучше. И гармоничнее в отношении не совсем достойного родителя с этим ребёнком. Вот в такой ситуации зависит ли влияние мамы на ребёнка? Если мама говорит, что я вот люблю этого человека, да, поэтому он сейчас со мной рядом, поэтому сейчас мы будем жить вместе, или же она очень так спокойно, осторожно, немногословно просто ввела этого человека в семейное гнездо, не объясняя ничего. Вот, например, есть такие даже истории из жизни. И причём они очень чистые. То есть я не мог понять очень долгое время, почему этот мужчина из раза в раз приходится с нами ужинать, да? У сына, независимо, 8 ему лет, 12 или 16, у него есть определённые отношения с мамой. Он понимает, что независимо, вот нападёт какая-то собака на неё, я, мужчина на данный момент рядом с ней, я её защищаю. Когда вдруг из раза в раз появляется другой мужчина какой-то, который вдруг начинает задерживаться, который вдруг начинает какие-то требования предъявлять, вымыть за собой посуду, почему ты не слушаешь свою маму, она же... Ребёнок начинает защищать не только свою самооценку, но и свою маму. Он говорит, знаешь что, да? Помните, как в этом? Дядя Петя, вы дурак? Он начинает задавать... Он начинает говорить, что... Он начинает вставать вот в этот самый, в протест. И всё, что может сделать мама, она может показать, что ей с этим человеком так же хорошо, как и со своим сыном. Таким образом она покажет, смотрите, вот вы вместе, вы два мужчины, которые делают мою жизнь спокойной. С вами я чувствую себя как за каменной стеной, как за каменными стенами. И с вами очень хорошо. Одной, вот этой одной фразой, она даёт им такой уровень вот ответственности за себя и такой уровень одновременного принятия друг друга, что этой ситуации всё решается. Я, наверное, сейчас скажу такую фразу, которая универсальна для любой темы, на которую бы мы ни общались. Так. Вот смотрите, есть правило мужского и женского поведения. Оно универсально, поэтому очень общее такое. Мужчина делает дела, а женщина создаёт условия для дел, которые будет делать мужчина. Если она хочет, чтобы сын принял этого мужчины, она ему не говорит, так, давай мне руку, я отведу тебя и познакомлюсь с этим человеком. Она создаёт условия для того, чтобы они подружились. Создаёт условия для того, чтобы тот мужчина, который будет с ней дальше, чтобы он принял её ребёнка. принял не самую, а ответственность за его ребёнка. Потому что суть мужчины – это ответственность. И вот это вот создание условий – вот чем должна заниматься женщина. Дела пусть делает мужчина. Если мы сейчас вернёмся к теме наказания и поощрения. Ведь вначале вы сказали о том, что функция мужчины вообще – это ещё и воспитательная функция. Впрочем, как и женщины. Но, мне кажется, воспитываем мы с вами по-разному. Женщины. Да, мы действительно воспитываем по-разному. И если женщина, она ограничивает… То есть вот в чём смысл наказания? Потому что где бы мы ни говорили, где бы я, как лектор, выступая, ни говорил чуть-чуть, хотя бы слово «наказание», сразу поднимаются руки. Как говорила моя школьная ученица, «лес рук». Лес рук. Поднимаются руки и спрашивают, а как правильно тогда наказывать? Да, с таким… И вообще, что такое наказание сейчас? Вот давай тоже сразу же в понимании твоём. Мы пойдём… Да, хорошо. И он не понял даже, за что его наказали. И он не понял, и родители не поняли, а правильно ли он поступил. Потому что почему-то наказание сейчас воспринимается как какое-то действие карательное. Карательное действие. Ребёнка спрашивают, за что тебя наказали? Ну вот я так поступил. А как бы ты мог поступить в этой ситуации? Допустим, один мальчик в классе, его очень сильно унизили перед той девочкой, которая его… Ну, которой он небезразличен. И он из-за этого взял и стукнул своего противника куда-то в нос, у него потекла кровь. Дело необычное, но всё равно такое бывает среди мальчишек. Часто его сказали. Вызвали отца, отца наругали, отец пришёл домой, наказал сына, наказал очень строго. И потом, когда мы разговариваем с отцом, я говорю, за что наказали? Он говорит, ну вот, он взял и ударил в нос. Я говорю, а как он бы мог поступить в этой ситуации? Как правильнее поступить в этой ситуации? Он говорит, ну, не знаю. Я говорю, а вы бы как поступили, если бы вас при вашей супруге оскорбили вот так? Он сказал, да я бы в нос дал. Так и ваш сын дал в нос. Как ему правильно поступить? И за что тогда ты его наказал? И он говорит, а я его что, зря наказал тогда, получается, что ли? Я говорю, ну, зря вы не сказали, как надо. Наказание от слова наказ. Наказ – это наставление. Ну, мы помним, да, наказ молодым во время свадьбы. То есть наказ – это наставление. Но если наказание имеет только карательную часть, но не имеет наказания, его нет смысла было делать. Потому что кроме обиды у ребёнка ничего нет. Заметьте, как мы, как не мы, наверное, да, я надеюсь, не мы, а люди, которые не совсем ещё углубились в это воспитание, в разумное, да, как некоторые люди говорят ребёнку, не лезь, не делай, не ползи, упадёшь, не иди. То есть мы говорим, что не надо делать, но мы почему-то не говорим, как надо. А ведь суть воспитания – дать образ, дать образец, делай так в этой ситуации. Если ребёнок знает, что мой бы отец так никогда не поступил, то в какой бы потом он компании не был, в компании, где люди вдруг говорят, а давайте что-нибудь выпьем такое, а давайте что-нибудь понюхаем, или давайте что-нибудь вколем себе, да. Отец, сын сказал, подумает, что мой отец бы так не сделал, мой дед бы так не сделал. И я, наверное, пожалуй, пойду куда-нибудь поближе к отцу, да, к своему домой. Потому что вот образ «как надо» – вот это неотъемлемо через наказание. Да, просто бить по рукам и говорить, что ты всё сделал неправильно – это, ну, ничего, это пустота. То есть если вы вдруг решили, что вы имеете право наказать ребёнка, то вы должны понимать, я такой вывод подвожу, да, то вы должны понимать, что наказание состоит из двух этапов. Первое – это озвучить, что было неправильно, и второй этап – это дать понять, а как было бы правильно. Как было бы правильно. Вот давайте ещё раз пример. Например, вы, как руководитель, допустим, отдела очень важной какой-то организации, какой-нибудь банк, да, вы наняли на работу администратора или кого-нибудь, кто занимается самым важным делом, он просверливает в бумагах, чтобы вставить его потом в эту папку, просверливать в нём дырки. И вы взяли человека, да, и купили ему новый стол, такой лакированный, эта девушка села, взяла эту дрель и просверлила вместе со столом во всех четырёх местах, в котором было. Вы её можете наказать? Можете. Сказать, ну что же ты, неужели ты не знала, что это? Ну ведь она не знала, правильно? А если она раз за разом, день за днём, всё сильнее и сильнее сверлит, всё больше и больше диаметром, этот и все другие столы, это будет другое наказание? Другое. И с детьми это очень так же. Если он не знал, как поступить в этой ситуации, и не знал, потому что ему кто-то, зная, что это отец, не сказал, то в этой ситуации мы делаем больше наказа, но меньше аскезы, меньше вот этого карательности. Но если раз за разом всё больше и больше вот это состояние упорства, я всё равно буду делать, я буду просверливать этот стол, чтобы они все знали. То тут надо задавать себе вопрос, да? Почему он тебя вызывает на эти эмоции? И для чего? И для того, чтобы ты обратил на него больше внимания. И вот понимаете, суть наказания, оно должно быть как-то, оно должно быть, как у нас говорят психологи, конгруентно, соответственно, зеркально, что ли. Вот если, допустим, ребёнок взял не своё, то у него можно взять то, что он считает своим на какое-то время. Принцип аскезы в том, что это ограничение чего-то. Почему преступников садят в те камеры, в которых и прохладненько, и очень мало удобства, и всё как-то ограничено? Да потому что его лишили тех свобод, которые у него были изначально, потому что он на чужое покусился. Раз ты покусился на чужое, то отдай чуть-чуть своего. И вот так же воспитание сына. Если это сделано правильно, если это сделано мудро, то сын или в данный момент, или чуть позже он скажет правильно. Это было правильно, потому что и сейчас я вырос другим человеком. Хорошо. Знаю, что сейчас слушают нас очень многие родители. Так виды вот этой самой аскезы. Какие сейчас приемли мы в современном мире? Для того, чтобы меня, люди высокодуховные, не критиковали за неправильное употребление слова аскезы, потому что аскезы – это всё-таки добровольное ограничение. Добровольное, да-да-да. Вот. Ну мы же не можем говорить «кезы», допустим. Мы будем говорить «карательные» определённые меры, какой-то вот такой мера… Аграничка. Сделал правильно – получи пряник. Сделал – плохо. И пряник отдай, и кнутом получай. То на данный момент лучше всего действует другая схема – это пряник и отсутствие пряника. Пряник и отсутствие пряник. Прямо я повторю это. И мы вместе понимаем, да, ребёнок нуждается в том, что постепенно дети, они начинают этот пряник всё больше и больше просить. Они говорят «а я молодец, что я сам зубы почистил, а я молодец, что я сам в туалет сходил сам, а я молодец, что я это сделал». Ты-то изначально, ты всегда молодец, ты всегда нормальный. Поступки разные. Вот если родители, наказывая ребёнка, наказывают поступок, оценивают поступок, а не самого ребёнка, то в этой ситуации ребёнок чувствует себя… Ну вот смотрите, сказать, что ты… Какой же ты у нас бестолковый, мы тебе десятый раз говорим, и всё как об стенку гороха. Это один стиль поведения. Второй стиль поведения сказать. Надо же, какой… Ты же такой смышлёный мальчик, ты такой смышлёный парень, да, всё ведь у тебя получается, а тут раз, и у тебя какая-то вот такая загвозочка, не самое достойное поведение, да, для такого юноши, да, подрастающего. То есть мы оценили поступок? Мы не его престижим, в нём будет внутреннее ощущение, что что-то не так, и во мне, и в моём поведении. Но родители меня всегда принимают. Вот. В этом небольшая какая-то есть разница, если… Так, то есть мы всегда, во-первых, да, оцениваем, значит, не самого ребёнка, ребёнок для нас всегда мы его, женщины, да, любим, безусловно, да, мы оцениваем поступок или то или иное событие, которое произошло. Да, вот сын – это отражение отца. Как бы отцы не сопротивлялись, это отражение отца. Если сын ковыряется в носу, значит, отец тайком где-то тоже ковыряется в носу. Как сделать так, чтобы… Ну, такая очень примитивная схема. Как сделать так, чтобы сын не ковырял в носу? Самому перестать, независимо от увидит сын или нет. Ну, тогда, если мы сейчас рассматриваем сына отец, то ведь, в принципе, если мать истерит по вечерам по поводу двоек, то и в итоге и сын, и дочь тоже будут истерить, но по каким-нибудь другим поводам, да? Для них это становится нормальным. И некоторые женщины говорят, знаете, я уже на него кричала, кричала, я уже его бью, бью, мне уже самой больно от того, как я его, допустим, ударяю, да. А ему, как истинку, гору. Потому что постепенно ребёнок к этому привыкает, он уже не воспринимает, как что-то важно. Чем громче кричит родитель, допустим, если мама кричит на сына, это, ну, понимаете, кого он в будущем себе выберет в жёны, да? Истеричную женщину. Мы говорим, а как же так? Ведь у нас действительно дети рожаются в семье, где отец пьёт, где мама вынуждена на пяти работах работать и вся устала приходить. Так вот, пусть жёны и пусть мужья, которых они выбили, компенсируют им недополученную любовь. Но с такими вот... И у них тогда будет... Если отец к дочери испытывал постоянно неприязнь, постоянно какую-то условность своей любви, вот если ты это сделаешь, да, тогда я тебя... Тогда я тебя буду любить. Вот пусть в её жизни встретится мужчина, действительно, который бы я на руках носил, говорит, ты моя принцесса 34-летняя, да, 80-кограммовая, которую я буду всегда с собой носить, потому что мне хорошо от того, что ты рядышком. То это компенсирует, сотрётся. Со своим мужем или со своей женой мы находимся гораздо больше, чем со своими родителями. Но родители создают этот образ, от которого, помня про семьи, допустим, алкоголиков или семьи, ребёнок, всё равно он выйдет в какое-то своё плавание со своим этим пониманием. У него всё равно есть свой путь. Он не приговорён к тому, чтобы повторять сценарий родителей. Итак, продолжаем программу практической психологии. Сегодня тема отцы и дети, на мой взгляд, очень увлекательная тема. У меня в гостях психолог Артём Скобёлкин. Артём, вот сейчас предлагаю немного поразмышлять, да, такой экспресс-вариант. Что мне понравилось? Ну вот, например, я зашла в интернет, и решила посмотреть, какие вообще рекомендации дают современным родителям. И прежде всего, отцу. И вот, например, приходит такое, что, да, отец, он должен всячески приучать ребёнка к дисциплине. Ну, в принципе, о чём мы с тобой и говорили, да. Должен, слово такое, должен. Мама тоже должна. Мама тоже должна. Я бы, наверное, не стал. Ну, разными способами, да. Я бы, наверное, не стал, да, так выделить слово «должен», потому что у отца есть долг. Если мужчина готов к принятию этого долга, он становится отцом. Да, отец должен приучать к дисциплине, но он должен приучать к самодисциплине, потому что лучший сотрудник – это тот, кто работает хорошо и без нашего стояния за спиной, а лучший, наверное, не лучший, а просто тот сын ответственен, который и в отсутствии отца, он несёт эту ответственность и заботу за тех людей, которые в этой заботе нуждаются. Другое дело, что отец должен как-то создавать условия для этой ответственности, но для этого и отцу нужна ответственность, потому что самое главное, что даёт отец сыну – ответственность. Мать, воспитывающая ребёнка, сына, без отца, она ему эту ответственность при всём желании дать не может, как бы ни старалась, и вырастает безответственный сын. Ну, как прямо печально слышать это. Ну, для этого существуют мужчины рядом, которые дадут ответственность. Дадут ответственность того, вот знаете, чем отличается 8-летний мальчик от 12-летнего мальчика? Чем? Уровнем своего, диапазоном своей свободы, правда ведь? Но вместе с этим и диапазоном своей ответственности. Он может уже гулять до 10, до 9 часов фетиша, но он должен позвонить. Он может в 18-16 лет, он может поночевать у друга, но он должен предупредить, что он ночует у друга. Больше свободы и больше ответственности. Так вот, задача отца – сделать так, чтобы сын постепенно эту ответственность брал на себя, причём брал добровольно. А не боялся, да? И не отскакивал от неё какая-то чёрта? Ну, папа, можно я вот после гулянки вот в этом во дворе сам зайду и куплю нам вечерний кефир? Можно? Отец говорит, хорошо, конечно, купи. И нам как раз мы же каждый вечер пьём этот кефир перед сном. И сын взял, сходил и купил. И он идёт гордый. Представьте, сам купил кефир в первый раз. Приходит, даёт отцу этот пакет, и кто-то говорит, ты чего, неужели глазами своими не глядишь, купил просроченный 3 дня ему уже этому кефир? Пойдёт ли ребёнок ещё раз этим кефиром? Да нет, конечно. Ну, я бы не пошла. Ну, иди, покупай сам. И я бы не пошёл. Сам ходи и сам, пожалуйста, и смотри. Поэтому отец даёт ответственность, но он делает так, чтобы эта ответственность была желаемой. Отец с 5 лет берущий сына с собой везде, неважно, работа, это заседание, это рыбалка, это просто машину поремонтировать или просто куда-то съездить по делам. Они находятся в отношении вот между ними гораздо ближе, чем человек, который, ой, да что он будет со мной там делать на этом скучном, да, что ему там ездить по этим дорогам, зачем ему там быть, эти комары его искусают. Быть рядом и показывать, что эта ответственность мужем, да, отцом берётся добровольно. И тогда и сын будет охотно, добровольно это брать. Мама, это я сам сделаю, говорит он. И мама говорит, смотрите, как это начинается, да, интересно. Ну, вот смотри, да, следующий совет или рекомендация. Помогите детям учиться на собственных ошибках. То есть мы сейчас что стараемся, да, делать? Объяснять, что ну не надо совершать эти ошибки. А иногда надо дать детям эти ошибки совершить. Дать возможность ему попробовать сделать это личным опытом. Чужой-то опыт, чужой опыт, он всегда требует какого-то своего подтверждения. Если мы ребёнку скажем, знаете, знаешь, сын, не надо лизать. Да, допустим, холодные качели языком скажут, а что будет? Да, там он прилипнет. Он говорит, прилипнет, скажет сын, я скоро приду, да, и приходит нескоро. А дать возможность вместе с сыном взять чайничек тёпленький и прийти с ним и сказать, есть такой интересный трюк, можно языком лизнуть, да, и посмотреть, что будет. Но он примержнет. Человек попробует ребёнок, да, и потом раз и помочь ему. Вот это определённый, знаете, ну тут нужно, чтобы понимание окружающих было в этой ситуации. Как проще всего отучить ребёнка пользоваться спичками? Дать ему возможность этой спичкой чуть-чуть, маленько обжечься, и когда он её бросит вот на этот железный поднос, понять, сказать ему, знаешь, вот если бы здесь была куча бумаг, то тут бы так просто не потухло. Дать ему возможность это сделать, потому что кто бы нам, взрослым, не говорил, что и ни в коем случае не заходите вот в этот кабинет. Первое, куда мы пойдём, в этот кабинет. Надо же посмотреть что-то. Нужна ответственность. Ответственность, которая не всегда выглядит как запрещение, как запретительство. Очень, вот знаете, очень важная, глубокая мысль. Отец тогда может вот это вот включить себя в воспитание ребёнка, когда он будет понимать. Вот сидит сын на коленях у отца. Это очень важная мысль. Это важнее вот этой мысли. За время этой передачи не будет и не было. Если отец понимает, что когда у него сидит сын на коленях, вместе с этим на его коленях сидит его внук, внуки, его правнуки, потому что его праправнуки, он наполняется вот особой ответственностью, что он скажет этому сыну. Потому что этот сын потом своему сыну это скажет, а тот сын своему сыну. Вот если отец понимает, что любое обранённое слово сейчас, неважно это «отстань, не мешайся», или «позанимайся чем-нибудь», мне тут нужно немножечко дописать свою… Или дочитать в интернете что-либо. Дочитать очень интересную, никому не нужную информацию. То ребёнок потом он поймёт, что ну вот так. Тогда отец может сыну дать возможность для роста, когда он будет понимать ответственность. Ответственность, которую потом сын возьмёт сам на себя. Он скажет, пап, давай я сам съезжу туда, давай я это сделаю, можно? Он говорит, ну, конечно. Тем более ты уже к этому готов. Да, слушай, мне это нравится мысль. Сегодня надо будет её озвучить своему супругу. Ну что, ещё и дальше идём, да? Будьте примером для подражания. Вот вроде бы слово такое «подражание», да? Быть примером для подражания. Часто ли ты являешься примером для своего сына? Для своих сыновей, наверное, уже будет сказать правильнее. Я искренне надеюсь на то, что в какой-то момент времени, в трудный для себя момент выбора, мой ребёнок, мои сыновья, да, они подумают, а как бы поступил отец? Вместе с этим, с учётом того, что я-то себя знаю гораздо больше, чем они знают меня, я понимаю, что я не являюсь истиной в последней инстанции, и я иногда веду себя не совсем верно. Вот. И, конечно, бы же хотелось, чтобы они пользовались не только моим мнением, моим образцовом поведения, но и своим пониманием, пониманием, как бы правильнее вообще это было сделать. Но я стараюсь сделать так, что, вы знаете, вести себя так, как будто если бы на меня смотрел мой отец и мой сын. Не просто я тут один взял и втихаря, и втихаря что-то сделал, а когда я понимаю, что на меня смотрят и мой дед, и мой отец, и мой сын. Как бы я себя тогда повёл? Потому что и мой сын в ситуации, когда он окажется один перед ночью, перед открытым холодильником, он тоже пусть представит, что я вижу всё это, да? Хорошо, хороший пример. Итак, признавайтесь в своих ошибках. Ещё один совет, который даётся родителям, да, признавайтесь в своих ошибках. Вот дети должны знать, что родители имеют право на ошибку? Дети должны знать, что родители – это люди. И ошибаются. И ребёнок тоже люч. Люч. Что родители – человеки, и он – человек. Вот. А человеку совестно ошибаться. Знаете, есть такая отговорочка, ну, что уж поделать, я человеку совестно ошибаться. Человек, тогда человек, когда он признаёт свои ошибки, когда он говорит, да, вот я это сделал, но это было ошибкой, и благодаря этому я понимаю, что так бы лучше делать нельзя. И когда отец говорит ребёнку, вот делай так, ну, просто из-за того, что так вот надо делать. Ребёнок пытливым умом, он спросит, а почему так надо делать, а почему и не иначе? И тогда отец говорит, ну, попробуй тогда… По-другому. По-другому, да. Но я, когда делал по-другому, то это сверло у меня вылетело, я еле его нашёл потом после этого. Желательно бы сделать вот так. Хочешь по-своему? Без проблем, ну, одень, пожалуйста, шлем, одень перчатки, одень на себя бронезащитный костюм и делай, как я делал без него, без этого костюма. Не ждите от детей чего-то чрезмерного. Вот это, кстати, наверное, больше тема папы, да, отцовства, потому что мама, хотя ты и говорила о том, что мама же девочку любит по-другому, я не могу тут с тобой спорить, потому что у меня тоже два сына, да, но мне кажется, что я бы любила и того, и того одинаково, безусловно, да. А вот мне кажется, отцы, они как раз подходят ко всем детям с той самой линейкой, что ты, да, я хочу, чтобы ты и мои еще там амбиции осуществил там еще что-то, еще что-то, то, что я еще не успел сделать и не смогу, может быть, сделать, да. Вот, знаете, мужчины чаще ждут от результата. Сейчас в сети набирает почему-то, да, популярность моя двугодовалая лекция называется «Пять ошибок любящих родителей». И там на протяжении 50 минут, которые я говорю лекцию, я постоянно возвращаюсь к одной и той же фразе. Самое главное из этих пяти ошибок, да и из десяти, из двадцати ошибок родителей, в том, что они говорят, мой ребенок – это мой проект. Моя машина – это мой проект, моя организация – мой проект, и мой ребенок – мой проект. Я хочу, чтобы он, в конце концов, возглавил мою корпорацию, которую 60 лет развивала. Да, конечно, да. Или вообще пошел по моим стопам. А ребенок говорит, «Знаешь, папа, вот мое – это фотографировать бабочек». Он говорит, «Забудь, никому не говори, и никто это не слышал». Я тоже этого не слышал. Не позорь меня, пожалуйста. Только возглавление корпорации. Так вот, основная ошибка в том, что мы считаем, что ребенок – мой проект. Задача – ребенок – это гость. Вот дай воспитание, востребованное питание, которое ему необходимо. Дай ему кровь, дай ему заботу, защиту, и потом быть готов отпустить его. Потому что он пришел… Знаете, вот они, конечно же, наши дети, наши сыновья. Но как наши, да, это мы их родители, а они дети, которые пришли вот в этот мир, стали старше, и сказав нам счастливо, да, мы будем всегда рядышком, но мы живем своей жизнью, отошли потихоньку в свои семьи, заботясь, конечно же, о нас. Так вот, умение сказать, ты неправильную девушку нашел, ты неправильно нашел работу, ты неправильно это себе ведешь, неправильно ты, дядя Федор, бутерброды ешь, да? Это его право. Мало ли так… А вдруг так вкуснее? А вдруг это настоящая жизнь, то, что хочет он сделать? Однажды на одной лекции я рассказывал о том, что вот, представьте, там, знаете, надо дать детям свободу, сыновьям свободу выбора. И одна женщина в конце зала, она вот так сидела на меня, смотрела строго-строго, а потом я говорю, а есть у кого-то вопросы? И ни у кого нет. А она руку поднимает, я думаю, ну все, Артем, пришел твой звездный час. И она говорит, вот вы так все хорошо говорите, но представьте, что чей-нибудь сын вдруг взял бы и пошел бы по бочкам, по мусорам собираться. Вы что, его отец тоже должен сыну сказать, что давай, это твое дело? Это твой выбор. Да, я, наверное, секунды три помешкался, а потом думаю, а знаете, что я говорю ей? Вот если этот отец возьмет вместе с этим сыном хотя бы полчасика, пройдется вместе, ну мало ли там действительно круто, ну мало ли, действительно очень интересно, увлекательно, пройдется с ним, то возможно этот сын больше никогда и не пойдет. Это же тоже своеобразный протест. Вот принять путь сына, принять путь дочери, принять путь своего ребенка как тоже верный и пройти шажочка два по этому пути, это означает дать возможность ребенку, если этот путь это протест, из этого протеста уйти в принятие в какое-то. Дети это, это новое мы. Дети это, лучшее, наверное, мы. Но говорить ему, знаешь, так-то, вот когда ты вырастешь, ты должен быть лучше, чем я. Вот по этим вот восьми критериям из этих десяти, то это было бы неправильно, потому что мы ребенку ограничиваем путь, обрезаем ему все возможности, с которыми он, собственно, и пришел в этот мир. Ну и, конечно же, в завершении программы хочется, наверное, еще такую мысль озвучить. Даже если в вашей семье, например, родители расстались, мать с отцом могут перестать друг для друга быть мужем и женой, но никогда ваш отец не перестанет быть для вас отцом. Да, эта мысль очень верная в том плане, что отец не... Родители, может быть, не взять на себя отцовские функции, но есть тот отец, тот духовный ли отец, тот душевный ли отец, отец, который возьмет ответственность за себя и возьмет воспитание за себя. А женщина, наверное, было бы правильнее женщине в какой-то момент задуматься, «А кто воспитывает моего сына?» Дочь я воспитаю сама. Да? И есть люди, которые говорят, ну воспитанием дочерей занимается жена. Но женщина должна понять, а кто в данный момент воспитывает моего сына? Если его воспитывает телевизор или определенный канал в этом телевизоре, то он должна быть понимать... Вроде бы канал неплохой, пусть воспитывает, но вот на этом канале показывают рекламу, не самую приятную. Пусть воспитывает интернет, она говорит, но и в этом интернете есть те ролики, которые могут свести с ума любого человека. Женщина должна понять, кто воспитывает ее сына. Если это тот человек, с которым они до вечера крутят гайки в старой какой-нибудь ржавой буханке, но он приходит с глазами горящими, я и завтра пойду, то это нормально. Если она понимает, что сын предоставлен сам себе, то можно представить, что нет границ. И ребенок начнет постепенно отстаивать свою самооценку, свое право быть собой. Он не будет воспринимать ни мать, ни окружающих мужчин. Вот это вопрос, кто воспитывает моего сына, если не отец. И вопрос отца, действительно ли я могу, даю сыну то, что ему необходимо, они выводят отношения на совершенно иной уровень, на уровень ответственности. Поэтому наш клуб отцов называется клуб ответственных отцов. Отлично. Итак, мы сегодня завершаем программу, которая называется «Отцы и дети». Обсуждали интересную, увлекательную тему, я бы сказала, очень наболевшую для многих, не только для отцов, но и для женщин, потому что женщины все чаще и чаще говорят, что «Отец вообще не участвует в воспитании моих детей, и мне приходится делать и то, и другое». Но сегодня, если вы слушали программу, вы понимаете, что и то, и другое делать у вас все равно не получится. Поэтому давайте будем стараться более гармонично воспитывать наших детей. И давайте получать удовольствие от этого воспитания, потому что общение с сыновьями, общение с детьми, вообще с дочерьми, общение со своими детьми, со своей семьей, это, наверное, высшее благо, гораздо важнее, чем та работа, которую мы и работаем для них. И воспитание – это вовсе не постоянное самоутверждение, да, это не постоянное состояние конфликта, да, потому что многие говорят, ну, я всё время воспитываю своих детей, я уже устала от этого. А этот процесс, он должен быть увлекательным, а не тяжёлым. Ну, конечно, воспитывать не значит кричать, да. И воспитывать, значит, это и себя, и своих детей, это счастье, это включённость в процесс, это счастье. Вот видите, как здорово. Вот именно на этой ноте мы сегодня и завершаем программу «Практическая психология». Со мной в студию сегодня был психолог, практикующий психолог, директор Центра кризисной психологии «Два крыла» Артём Скобёлкин. Спасибо, Артём, вам большое. Благодарю за то, что пригласили. Ну, а мы вам всем желаем, наслаждайтесь, живите, радуйтесь и будьте счастливы. Всего вам доброго, до свидания.